До календарной зимы ровно месяц, но Москва уже открывает ледовый сезон. С сегодняшнего дня одним из первых в городе заработал каток в Сокольниках. Пока, правда, в тестовом режиме. Благодаря современным технологиям искусственное покрытие выдержит и проливной дождь, и плюсовые температуры. Кто уже встал на коньки и где еще можно будет покататься этой зимой, спросим Федора Червякова. Он выходит в прямой эфир. Федор, здравствуйте и рассказывайте, вам уже удалось опробовать лед? Да, Денис, но, если честно, сегодня, пожалуй, единственный первый день на неделе, когда по-настоящему чувствуется приближение зимы. Идет небольшой снег, люди катаются на коньках, и, если честно, самому охота их одеть и выйти опробовать лед. Здесь, в Сокольниках, каток открылся с 10 утра. Пока в тестовом режиме первые посетители пришли к самому открытию. Это люди разных возрастов, но все как один заявляют, что, как только узнали об открытии катка, решили не упускать эту возможность первыми выйти на лед. Ну, как лед? Хорошо. Для такой погоды хорошо. Пришли посмотреть, как каток у нас. Сейчас открылся очень хороший, красивый каток. У нас уже здесь и внуки катаются, и правнуки даже. У нас каникулы в школе, а сюда пришел покататься. Есть и те, кто не катается, но любуется и вспоминает, как они это делали. Это люди уже пожилые. Говорят, что каждый год уже на протяжении 50 лет приходят сюда именно на открытие катка. Он здесь с искусственным покрытием. Как заявляет руководство, не страшны ему ни дождь, ни слякоть. Если будет поливать, как в предыдущие три дня, каток в большую лужу не превратится. Вода замерзает благодаря системе охлаждения, которая, кстати, поддерживает лед, если даже температура поднимется до 15 градусов со знаком «плюс». Вокруг катка обустроили два павильона проката. Все готово, можно уже, собственно, это видеть. У нас около 500 пар коньков. Детские, взрослые, мужские, женские, то есть хоккейные, фигурные. Соответственно, можно приходить, брать их в прокат. Вот посетители со своими коньками пока пускают на лед бесплатно. Что касается аренды, аренда коньков в будние дни стоит 300 рублей. В выходные цена поднимется еще на 100 рублей. В принципе, это средний чек по городу. Сейчас в столице заливают порядка 10 коньков. Самая крупная и популярная из них – это на ВДНХ, в парке Горького, саду Эрмитаж. И здесь, в Сокольниках, ну, также катки появятся во всех парках столицы. Что касается катка здесь, в Сокольниках, то он уже работает, хотя его открытие запланировано только через 10 дней. Денис. Спасибо. На прямой связи был наш корреспондент Федор Червяков.